Всем привет! С вами опять рубрика Автосапиенс. Сегодня мы с вами разрушим миф от Ассоли и Антифризи. Вообще это очень комплексный миф. Я даже не знаю, как к нему подступиться, с чего начать. Ну, наверное, начнем с того, что мы все-таки поедем на место съемок. И там уже более детально я вам расскажу, в чем заключается этот миф. И почему меня это так раздражает. Ну, для начала давайте заглянем в истоки охлаждения двигателей внутреннего сгорания. На заре своего появления ДВС охлаждались водой. Ну, самый простой и всеми доступный, доступный всем агент теплоноситель. Но очень быстро выявились недостатки охлаждающей жидкости. А именно то, что при низких температурах в воде свойственно замерзать. И как особенность воды при замерзании то, что она увеличивает свой объем, в отличие от других физических тел, которые при охлаждении сжимаются, как вам известно. Так вот, этот недостаток стал очень многих напрягать, потому что, если вы не вовремя поменяли воду, не слили ее во время морозов, вы попадали на дорогостоящий ремонт двигателя, замену головки блока цилиндров. Поэтому человечество стремилось найти какой-то новый теплоноситель, который не подвержен замерзанию. И химия предложила нам несколько новых элементов, которые стали в последующем использоваться как теплоносители. И одним из таких агентов стал тиленгликоль. Жидкость, которая имеет довольно низкий порог замерзания. И она, в принципе, годится на то, чтобы охлаждать двигатель. Ну, появилось несколько «но», как обычно. Никогда не обходится без «но». Сам по себе тиленгликоль токсичен, агрессивен к металлам и летучий. Ну, на то время его, конечно, было производить дороговато. Сейчас это уже на поток, это, в принципе, уже ничего не стоит. Но, опять же, почему не делают жидкости из чистого тиленгликоля? Потому что, ну, во-первых, он токсичный, летучий. Во-вторых, из-за его агрессивности, ну, нет смысла просто делать полностью стопроцентный тиленгликоль, как носитель. И в силу названных обстоятельств, ну, просто нецелесообразно делать полностью тиленгликолевые теплоносители. Поэтому решили его разводить с водой. Опыт применения охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания является мировым. А поскольку автопром СССР так или иначе в большинстве своем является производной автопрома других стран, то и незамерзающая жидкость тоже пришла к нам оттуда. Правда, в СССР не сидели с лажа руки и также разработали свой вариант незамерзающей жидкости. И дали и название. Тасол. Варианты происхождения названия вы можете посмотреть на предъявителе. Но важно в нашем случае одно. Тасол это советская марка антифриза. Поэтому если вам говорят, что на лето лучше тасол, а на зиму антифриз, то смело можете чистить зубы утром колгейтом, а вечером зубной пастой. Вся нелепость этой фразы налицо, сами понимаете. Такое отношение к антифризам и тасолу нам пришло из дремучих 90-х, когда наш рынок открылся западу, и из него хвынули потоки… ну говна. Правда, были и хорошие товары, но в основном всякий ширпотреб. Так вот, на канистрах незамерзающих жидкостей писало по-иностранному антифриз. Крутые знатоки языков козыряли, что мол знают, что это переводится как незамерзающий. А поскольку тасол был залит в наших авто поголовно, а в умах прочно сидела мысль, что там делают все лучше, новинка прочно закручивалась в сознании автовладельцев, как чисто незамерзайка, а тасол лучше на лето. Вообще, утверждение, что для чего-то лучше тасол или лучше антифриз, неверно само по себе, поскольку нет гарантии, что вы купили иностранную бодягу, которая чем-то лучше тасола. Или это может оказаться просто банальной подделкой. Состав может различаться, но несущественно, но об этом позже. Наверное, самый распространенный миф – это про цвет антифиза. Возник он из-за того, что уже существовали различные марки антифизов и тасола. Покупая авто новое или с рук, не знаю, что же там залито с завода или прежним автовладельцем. Что делать, если нужно давить совсем чуток, но менять же всю жидкость целиком. Во времена СССР уже существовали по крайней мере два вида тасола. Это тасол 40 и тасол 65. Были они, соответственно, красного и синего цвета. Так в чем же была разница? Разница в том, что цифра в названии означала порог температуры замерзания в градусах по Цельсию ниже нуля. Как правило, инженеры дают название своим детищам, исходя из практичных характеристик. Например, было такое устройство, как ЗУ10АПТ. Это означало зарядное устройство с максимальной мощностью 10 А постоянного тока. Ну, это я так, к примеру, выдумал, чтобы показать вам наглядность. Так вот, тасол 40 отличался от тасола 65 не только цветом, а и массовым содержанием этиленгликоля на единицу объема. Чем больше массовая часть этиленгликоля в смеси, тем ниже температура, при которой эта смесь замерзает. Родина наша была значительно больше, и температурный диапазон был тоже весьма широкий. Вы уже начинаете понимать, что если вы ливанете 40 в 65, или наоборот, то ничего с вашим антифризом не произойдет. Вообще не произойдет. Если вы вливаете 40 в 65, то просто повышаете нижний порог замерзания. А если 65 в 40, то снижаете. Цвет антифриза придуман для удобства, поскольку смесь этиленгликоля с водой бесцветна. Это не очень удобно для контроля за уровнем в бочке. Кроме того, легко визуально определить, какой антифриз вам нужен, и какую температуру он может выдержать. Кроме того, краситель является индикатором старости жидкости, или ее оригинальности. Изменение цвета антифриза может говорить о подделке, о том, что жидкость потеряла свои свойства, или начались признаки коррозии. А уж в плане цвета, то тут дело вкуса. Краситель не влияет в данном случае вообще ни на что. Отвечая на возможный вопрос, так почему не сделать один антифриз на все времена, с самым низким порогом замерзаемости? Отвечу. Система охлаждения не герметична, и пары этиленгликоля проникают наружу. Вам же им бы шаг. А представьте механика в гаражах. Этиленгликоль дороже воды, и он агрессивен. Нужно добавлять больше ингибиторов коррозии, что тоже приводит к повышению цены. Летучесть этиленгликоля выше, чем у воды. Усекаетесь в чем суть? Но. В случае СССР все понятно. Было всего два вида антифриза. Это ТАСОЛ-40 и ТАСОЛ-65. Их цвет регулируется ГОСТом, и везде в стране автолюбитель точно мог определить, что у него залито. А что делать, если у вас залито желтая или зеленая жидкость? А вот тут добро пожаловать в свободный рынок, господа. Иностранные производители делают антифризы всех цветов радуги, лишь бы отличаться. Они могут внутри своей компании сделать классификации по цветам. Например, бюджетный вариант синего цвета. Основной класс желтый, а премиум сегмент зеленый. Там могут отличаться не только содержанием незамерзающей жидкости, но и основным рабочим элементом. Присадками и зарплатой маркетологов обязательно. Зарплата маркетологов обычно решает. Но я вам говорю, подавляющее большинство это обычная смесь этиленгликоля с водой. Ну плюс пара присадок от коррозии, вспенивания и все. Остальное это больше понты. На сегодняшний день, по крайней мере, классика уверена в бирже к лидерству. Если антифриз какой-то там супер-пупер навороченный и новомодный, стоит он дорого. Ну а по факту часто оно того не стоит. И нарваться на подделку раз плюнет. В дорогой канистре вам нальют обычного тасола 40 и будь здоров. Это в лучшем случае. Входит масса легенд о том, что если ливануть разные по цветам антифризы, то будет полный хипец. Вплоть до появления разного осадка. Там мифических хлопьев, например. Я вам скажу, это все ерунда. Мы рассмотрели, чем отличаются антифризы и поняли, что ничем особо они и не отличаются вовсе. Следовательно, можно смело лить красный в синий, я в частности заливал зеленый в желтый, который у меня был с салона и никаких проблем у вас совершенно не будет. Но я был бы не прав, если бы не сказал, что некоторые присадки могут взаимонейтрализоваться в случае смешивания. Это так, но производство антифризов уже настолько отточено, что присадки отличаются друг от друга совсем незначительно. Вот фармацевты меня хорошо сейчас понимают. Парацетамол рулит, но стоит добавить к нему пол процента какого-то экстракта шауфеля, подсластитель, краситель и вуаля. Готов какой-нибудь антигрепин, противосоплин, взбодрин и тому подобное. Это все зависит от фантазии и от того, что уже есть на рынке. Точно так же и здесь. Что-то новое, это пока что редкость, и обычно эта редкость дорогая. Если вы не обладаете чем-нибудь вроде Кларксоновского A Piece of Brilliant British Engineering, A Range Rover, то вам в принципе пофиг. Но появление осадков вполне возможно. Дело в том, что присадки, которые направлены против вспенивания и смазывания помпы, могут спровоцировать коллапс разного рода тримеси, которые могут содержаться в подделке. Да-да, подделка сделана из некачественных материалов, например из банальной воды из-под крана. Так что в вариантах может быть два. У вас залита подделка, либо вы намереваетесь залить подделку. Реже это происходит из очередования воды и антифриза, но об этом чуть-чуть попозже. Но не могут присадки образовать хлопья. Понимаете, если разрушается структура их молекул, то со стороны это практически никогда не заметно. Что можно посоветовать вам в таком случае? Лично я, когда столкнулся с проблемой долива антифриза, поступил следующим образом. Я набрал немного охлаждающей жидкости из расширительного бачка и налил в банку. Потом в эту банку я плеснул антифризы, которые хотел долить в соотношении один к одному. И ничего не произошло. Вообще ничего. Но цвет слегка изменился, это да. Оставил на ночь, но думаю, мало ли, вдруг не сразу проходит реакция. Утром все без изменений. Смело долил новый антифриз зеленого цвета в желтый, который у меня уже был залит. И отъездил так год без всяких проблем. Кстати, о замене антифризов. Раньше, в далекие времена, автолюбители, в зависимости от сезона, меняли охлаждающую жидкость. Летом вода, на зиму тасол. Кто провтыкал заменить воду на тасол вовремя, попадал на замену ГБЦ. Надеюсь, сейчас такого никто не делает, просто потому, что это только себе дороже. А антифризы стоят не так дорого. После воды остается накидь. Вот она и может вам нагадить. Вывести из строя термостаты или укоротить жизнь помпи. Вода, помимо возможного осадка, вообще не смазывает помпу. И подшипники выходят из строя гораздо быстрее. Это я все к тому, что замена антифриза тоже не прощает халатного отношения. Антифриз, как и масло, полностью из двигателя слить невозможно. Из-за конструкции каналов и законов физики. По тому промывать водой я вам не рекомендую. Она даже за 5 минут внесет свой вклад в износ подшипников помпы. Плюс она останется в каналах и разбавит антифриз, который вы вливаете в систему. Потому промывка имеет смысл, если у вас есть острая необходимость в этом. Если вы все делали правильно во время эксплуатации вашего авто, то промывать систему охлаждения не имеет смысла. Просто делайте тест на совместимость, как я говорил раньше. И если все в порядке, просто сливаете старый антифриз, заливаете новый и едете по своим делам. Вот и все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok